Кто сказал, что из тыквы нечего готовить? Я сегодня хочу предложить вам три абсолютно уникальных рецепта из тыквы. Первый – салат классический для тех, кто любит салат оливье и подобные мясные салатики. Второй – салат полезнейший, в нем присутствует целый букет витаминов. Ну а третий – салат изысканный, и я уверена, что он понравится истинным ценителям и гурманам. Все они абсолютно разные, но тем не менее, каждый из них заслуживает вашего внимания. Если вы, как и я, любите готовить и часто ищете что-то новенькое и оригинальное, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Для первого салата, как и для остальных, потребуется тыква. Я заранее очистила полкилограмма тыквы и теперь нарезаю ее средними кубиками. Для рецепта можно использовать абсолютно любые сорта тыквы, те, что есть под рукой или те, что вам нравятся. Итак, подготовленные кусочки сразу выкладываю в небольшую форму, в которой и буду их запекать. Подсолю тыкву половинкой чайной ложки соли. Также добавлю молотый перец. Здесь, ориентируйтесь по своему вкусу, у меня где-то треть чайной ложки. А еще заправлю тыкву растительным маслом. Потребуется буквально одна столовая ложечка. У меня масло рафинированное подсолнечное, но можно взять и другое. Теперь все эти ингредиенты смешиваю, чтобы распределить соль, перец и масло по всей тыкве. Я уже разогрела духовку до 200 градусов. Запекать кусочки будут 30 минут. И вот по истечении этого времени получается прекрасно пропеченная, отличная ароматная тыква. Дам ей остыть, сама тем временем подготовлю остальные ингредиенты. Заранее отварила одну куриную грудку. Ее вес в готовом виде 300 грамм. Нарезаю мясо достаточно крупными кусочками, где-то полтора сантиметра. По величине это плюс-минус, как кусочки тыквы. Подготовленную курицу можно сразу выложить в салатник, в котором и будем смешивать все ингредиенты. Вы сейчас, возможно, немножко удивитесь, но для этого салата потребуется соленый огурчик. Я взяла 3 средних штуки, общий вес 200 грамм. Огурцы нарезаю такими же кусочками, как и мясо с тыквой. Рекомендую для рецепта использовать именно соленые огурцы, не маринованные. Так салат получится гораздо ярче и вкуснее. Ну и еще один ингредиент – это красная сладкая луковица. Потребуется одна небольшая, грамм 70, не больше. Лук нарезаю перьями. Мне такая нарезка в этом салате нравится больше всего. Безусловно, можно использовать и другой лучок, но именно красный контрастно смотрится в салате и имеет приятный сладкий вкус. К этому моменту уже успела остыть тыква, и теперь ее можно добавить к остальным продуктам, что я и делаю. Друзья, тыква после духовки – это очень вкусно и ароматно, а с перчиком – это особый шик. Подсаливать салат больше не буду, так как у меня и тыква подсолена, и курица при варке, и соленые огурцы, естественно, тоже. Заправляю салат майонезом. Потребуется буквально 100 грамм. Ну что, осталось все смешать, и можно подавать салат к столу. Получается невероятно красивый, яркий, сочный, очень интересный по вкусу и просто необычайный салат. Я вам очень настоятельно рекомендую приготовить такой салатик и удивиться, насколько же это гармонично и вкусно. Уверена, вы приготовите его еще не раз. Ну а второй салат – это настоящий витаминный букет. Здесь ничего не нужно запекать. Используем сырую тыкву. Итак, 200 грамм сырой тыквы натираю на мелкой терке. Безусловно, если у вас есть подходящая насадка в комбайне, вы можете воспользоваться именно ей. Опять же, сорт не особо имеет значение. Берите то, что есть под рукой. Также для салата потребуется два небольших яблока. У меня зеленые яблоки Golden. Я их очищаю для начала от кожуры. Затем эти яблоки натираю на крупной терке. Для рецепта можно использовать в принципе абсолютно любой сорт яблок. Те, что вам нравятся. Теперь потребуется сок половинки лимона. Он сделает салат еще более изысканным, придав ему приятную кислинку и неповторимый вкус. И плюс яблоки не потемнеют. Теперь можно все немножко перемешать, чтобы распределить сок по тыкве и по яблокам. Следующий ингредиент – это творог. Как же он сюда прекрасно подходит. Я взяла 200 грамм зернистого 5-процентного творожка. Салат заправляю густым йогуртом. У меня 10%. Потребуется где-то 200 грамм, не более. Осталось всю эту красоту смешать. И можно подавать салат к столу. И при подаче будет еще один маленький секретик. Даже не один, а два. Друзья, вы не представляете, насколько идеально здесь сочетаются все продукты. Свежая вкусная ароматная тыква, сочная кисло-сладкая яблочко, просто вкусный творог и густой йогурт, конечно же. Ну, или сметана. Ну, а при подаче я вам очень рекомендую добавить к салату небольшое количество любых семечек. У меня смесь тыквенных, немножко кунжута и льняные. И еще один секрет – это мед. Совсем небольшое его количество. Это дополнит картину вкусов и сделает еще более яркой. В общем, от этого салата я просто без ума. Поэтому я вам также рекомендую его приготовить и попробовать. Тем более, ничего не нужно запекать или отваривать. Ну, и для третьего салата я уже запекла тыкву. Точно так же, как и для первого варианта. Нарезала небольшими кусочками, сложила в противень, добавила соль, перец, растительное масло и запекла при 200 градусов полчаса. Не забывайте также, что на данном этапе тыква должна быть уже остывшей. Далее нарезаю 200 грамм вкусной соленой брынзы. Кусочки должны быть не совсем крупными, где-то по 5 миллиметров, но максимально сантиметр. Кстати, вместо брынзы в этом рецепте смело можно использовать, к примеру, фету или другой белый сыр. Подготовленные кусочки сразу выкладываю к уже остывшей тыкве. Просто идеально сочетается с этими ингредиентами зеленая оливка. Так вот, 100 грамм таких оливок я просто разрезаю пополам, у меня они без косточки. Ну, если у вас будет немножечко меньше, ничего страшного, там, к примеру, не 100, а 70 грамм. И да, в этом рецепте я рекомендую использовать именно зеленые оливки, а не черные. Это важно, они придают особый вкус салату. Оливки выкладываю к остальным ингредиентам. И еще хочу добавить немножко жареного кунжута, буквально грамм 20. У меня черный, ну, конечно, можно использовать и белый жареный кунжут. Ингредиенты в салатнике, теперь готовим соус. Для этого потребуется 2 столовых ложки любого растительного масла. К нему добавляю сок лимона, не более 2 столовых ложечек. Следом, 1 столовую ложку неострой горчицы. Если у вас острая, берите 1 чайную ложку. Ну, а теперь все эти ингредиенты смешиваю до однородности. Соус должен быть именно таким. Кстати, по желанию, вы можете к такому соусу добавить немножечко меда, если ваша тыква совсем не сладкая. Так как моя имеет сластинку, я обойдусь без него. Ну что, на этом этапе все готово. Можно добавлять соус к салату и все смешивать, что я и делаю. Этот салат получается грандиозный, не побоюсь этого слова. Сочетание всех ингредиентов просто идеальное. Я вам очень рекомендую приготовить вот такой салатик. По желанию, вы можете добавить еще немножечко свежей зелени. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Я решила остановиться на таком наборе без зелени. Мне будет очень приятно, если вам понравились такие салаты. И я рекомендую попробовать все три варианта. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые использую в этих рецептах, я уже указала в описании под видео. Мне будет приятно, если они вам понравятся. Желаю вам стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео.